приветствую вас дорогие друзья на связи ольга каурова и сегодня мы с вами создадим интро заставку к видео с помощью camtasia studio как вы знаете такие заставки сегодня в тренде они необходимы для того чтобы брендировать ваше имя чтобы вы показывали себя как человека профессионального который сам готовит ролики умеет работать с программами либо умеет пользоваться услугами фрилансеров я покажу вам один из таких моментов у меня есть такие интро заставки конечно не сделаны в другой программе но сама суть перед тем как показывается какой-то мой ролик там где я записываю руки у меня сначала идет вот такого вида заставка она очень короткая секундная а вот теперь пошел основной ролик поэтому сейчас мы с вами заходим в программу камтазия и здесь у нас с вами как только мы открываем эту программу мы автоматически обычно попадаем в опцию данные и здесь есть две вкладки в этой опции это корзина клипов куда мы можем добавить какие-то свои изображения и есть вторая вкладочка библиотека в камтазии в самой библиотеке есть несколько вариантов таких вот интро заставку можете даже посмотреть прям даже называется интро клипс поэтому мы сейчас возьмем одну из таких готовых заставок на ее базе я вам покажу как это делается мне понравилось кстати вы можете посмотреть все эти заставочки если вы просто кликайте по ним дважды левой клавишей мыши вы можете посмотреть что заставочки есть в этой программе в этой камтазии студии я работаю сейчас на камтазии студии версии 9 поэтому здесь такие заставки в библиотеке есть я не знаю как в других версиях ниже есть ли они или нет но по крайней мере в девятой версии все это есть и вот я одну из таких заставочек сейчас возьму мне понравилось вот такая вот где появляется компьютер это созвучно моим уроком то что я показываю как работать на компьютере как применять какие-то программы использовать какие-то сервисы настраивать их и вот эту заставочку я сейчас возьму можно просто кликнув по ней мышкой зажать перетащить на одну из дорожек можно было сделать другим путем эту заставочку кликнуть правой клавишей мыши и использовать предлагаемое добавить на шкалу времени в точку указателя воспроизведения то есть там где у нас находится курсор на шкале времени если бы я его передвинула сюда и вот смотрите еще раз то же самое сделано добавит именно там где находится этот курсор но в данном случае мне нужно с самого начала как видите у нас добавилось на дорожку заготовка из библиотеки с интро заставкой для того чтобы мне было все виднее я использую шкалу увеличения дорожек для просмотра как видите вот рядом с лупой над шкалой времени у нас есть вот такая возможность увеличить саму дорожку чтобы нам было все поведение и еще обратите внимание что у нас добавилась целая группа в левом верхнем углу вот этого объекта который добавился на первый трек нас есть такой плюсик мы можем открыть эту группу и посмотрите и в этой группе есть вот текст если я наведу курсор на шкале времени над этим объектом текст то мы видим что текст это сама программа себя как вот рекламирует на можем его потом изменить под свой текст есть еще одна группа которая тоже сейчас открою и посмотрим что в этой группе находится для того чтобы мне все дорожки корректно отображались я сейчас изменю уменьшу показ самого ролика и смотрите под изображением которые вот я вижу уже как бы итоговое изображение что мне показывается на экране программа чуть ниже ведем мышку и посмотреть она изменила свой размер была в качестве такого вот двухсторонних двухсторонних стрелок крест на крест это мы можем двигать объекты когда я навожу на край а самого ролика она становится стрелкой на если еще ниже виду у меня появляется двухсторонняя одиночная стрелочка я захватываю ее левой клавишей мыши и подтаскиваю немного вверх но так как у меня дарует вот видите и у меня уменьшается ролик зато сами дорожки место для отображения объектов на дорожках у меня появляется больше и вот в данном случае даже эти дорожки могу вот увеличить если вы опять видите стрелка превращается в двухстороннюю стрелочку то есть на краю дорожки можем захватить и увеличить эти дорожки так чтобы нам было зрительно удобнее виднее и понятнее то есть мы с вами видим что у нас с вами есть сам компьютер который вот появляется и потом вот как только у нас над объектом текст проходит курсор на шкале времени то мы видим вот он появляется текст вам какое-то время здесь есть потому-то он уходит и компьютер закрывается и уезжает мы сейчас делаем это все со своим текстом для того чтобы мне было удобнее работать я хочу поместить сюда еще с дорожки уменьшу и я хочу сюда поместить еще на вот этом вот моменте где появляется текст свое изображение добавить свое имя и фамилию и добавить еще как-нибудь текст о моей школе который я представляю это бизнес-кулл онлайн там где мы обучаем наших участников всем навыкам от простого к сложному да мы учимся начиная от самых простых каких-то действий владеть самыми элементарными программами потом вот более сложными такими как камтазия поэтому меня уже заготовлены еще вот я перейду опять же в данные перейду в корзину клипов теперь вы видите у меня сюда автоматически добавилась из библиотеки вот этого часть заготовки где у нас компьютер с текста выходит вот эта группа я пока их сверну и я добавлю сюда сейчас свое изображение у меня будет на экране компьютера в папке заранее заготовила те картинки которые буду применять просто зажимаем левой клавишей мыши и перетаскиваем в корзину клипов мне понадобится логотип моей школы и ну и на этом пока все да еще можно использовать будет музыку чтобы у нас это индра заставка была с музыка я возьму из своей же у меня есть фирменные футажи там я заготавливала и вот есть у меня музыка заготовленная я ее тоже сейчас сюда в корзину клипов внесу вот такие вот пока вот объекты я приготовлю и теперь мне нужно поймать те моменты где у нас появляется текст текст у нас появляется только в этом месте значит я постараюсь сейчас свое изображение добавить к этому же месту здесь же мне будет появляться логотип ну и пока все так логотип как вы видите сейчас мы сделаем так вот опять немножко увеличим чтобы вам было виднее под роликом я мышку опускаю немного вниз мне появляется такая стрелочка двухсторонняя я зажимаю левую клавишу мыши и тяну вниз для того чтобы меня увеличился обзор ролика самого то есть не виднее объекты которые у меня здесь есть еще раз повторюсь мышка как только вот изменила свой вид на крестообразный такой вариант мы можем по активным точкам объекта измените его так как нам надо вот я в данном случае уменьшаю кликнув и зажав мышку по левому верхнему углу перетащим его сюда свое изображение я сейчас настрою так стрелками на клавиатуре сейчас подгоним стрелкой вниз это вот в нижнюю часть экрана немного уменьшу чтоб не касаться верхней части экрана компьютера на ролике в ролике и немного сдвинул влево стрелками на клавиатуре так вот таким вот образом еще немножко уменьшим логотип и здесь у нас где-то будет появляться текст камтазия студия вот этот объект на тоже сейчас возьмем для этого я раскрою группу в этой группе я кликаю на вот этот объект текста и сейчас я его сдвину так как мне будет удобней ну как мне видится я кликаю 2 дважды кликаю на тексте вот здесь самом ролике и теперь набираю то что требуется мне английском поскольку у меня есть много зарубежных и учеников и партнеров сделаем вот так вот даже и еще сделаем enter так вот меня многие знают еще как ульга оленко теперь клика генит стороне еще раз поэтому объекту текстом сдвигаем здесь я могу с правой стороны как вы видите у нас появилась возможность выбрать шрифт уменьшить размер нашего текстового блока элемента я выбираю выберу сейчас какой-нибудь шрифт по интересней один из моих любимых конечно шрифтов это open sans это сегодня шрифт в тренде вот вот так вот тут как бы пойдет вот таким вот образом чуть-чуть можно увеличить я выровняла вот прямо на самом ролике я зажимаю клавишу мыши видим что выделен именно текст по активным точкам это видно и вот я его выровняла так и теперь еще мне нужно смотрите текст идет у нас вот где заканчивается текст мне нужно свое изображение логотип конечно не меньше чем показывается текст в заготовке если мы посмотрим у меня вот так вот это теперь выглядит но что мне хотелось бы еще сделать все таки здесь есть еще какое-то время посмотрите экран открылся у ноутбука и вот здесь уже можно было бы сделать чтобы появилась все таки уже мое изображение пусть слабенько но чтоб она была подтянем объект который связан с моим изображением то же самое с логотипом пусть он будет появляться одновременно из добавим эффект перехода эффект перехода мы сделаем ну предположим один из ту же часто мной употребляемых это жалюзи поставим жалюзи и посмотрим до какого момента нам эти жалюзи с вами нужны необходимым да но в общем то все хорошо оставим на таком же уровне и теперь такие же жалюзи добавим просто захватывая левой клавишей мыши выбранный эффект перехода на второй объект мы видим с вами вот такие вот зеленые поля которые появились на наших объектах мы можем всегда выделить этот объект и опять же его увеличить уменьшить как нам надо то есть до какого времени но в данном случае меня устраивает этот вариант то как у нас получилось и теперь еще хочу в конце чтоб вот не было вот это долгой такой задержки белого экрана на ноутбуке предположим вот здесь вот у нас будет исчезание мы сейчас добавим сюда еще один элемент перехода я растяну увеличу время показа своего изображения логотипа и добавлю сюда исчезание есть такой у нас тут эффект перехода не как раз так как это будет уже уходить мы сейчас вытянем исчезание так его добавим посмотрим правильно ли она у нас появляется исчезание так и добавим на мое изображение что у нас получается вот выцветает и все вот в данном случае меня устраивает вот такая вот у нас получилось сами композиция если посмотреть в общей сложности кстати в край наши заставочки уходим это у нас получается на 9 секунд это в предостаточно для интро до заставки вот так вот в ускоренном виде я посмотрела как это все появляется то есть мы видим все вроде как устраивает можно проиграть посмотреть что в итоге получилось замечательно и еще что мне хотелось бы это представить все таки школа одного логотипа мне недостаточно но уже на экран ноутбука я не буду это вставлять а сделаем это ниже под ноутбуком обратите внимание что опять же в последнее время в тренде это аскетичные такие интро заставки вот не вычурные не загруженной какой-то массой там изображение картинок моя интро заставка в данном случае который вам показала в самом начале она хороша но она все-таки слишком яркая пестрая и поэтому конечно надо уже переходить на более лаконичный такой вариант поэтому сейчас я сделаю еще воспользуюсь опять же библиотекой и перехожу в опцию данные пользуюсь библиотекой и здесь сейчас использую кстати здесь есть еще и варианты музыки вы можете сами подобрать вдруг какой-то вам понравится я использую сейчас такое посмотрим какой вариант лучше взять в конечном итоге вот просто перебираем какие здесь есть варианты появление надписи и ну вот в частности вот такой вариант наверное даже очень подойдет еще посмотрим какие есть варианты это будет чересчур крупненько хотя все нужно уменьшить здесь есть у нас вот так тоже хорошо бизнес school онлайн тоже хорошо есть вот такой вариант но вот как-то меня вот такой вариант больше всего устраивает значит мы на нем и остановимся вот этот вариант смотрите я сейчас его сориентируюсь куда мне нужно добавлять где у меня появляется логотип где появляется мое изображение в это же время я выставляю и появление ниже надписи кликаю в библиотеке на тот вариант появление какой-то вот еще заставочки правой клавишей мыши добавить на шкалу времени в точку указателя воспроизведения добавился сразу его выровняю по времени чтобы он был также как и мое изображение как логотип посмотрим что у нас получается вот таким вот образом но понятно что мне не нужна пропаганда здесь камтазии поэтому смотрите я опять же открываю хочу посмотреть какие здесь элементы есть для того чтобы мне виднее было дорожки опять уменьшу сам ролик здесь у нас открылась группа которая состоит из двух элементов текста это вот один на более темном таком фоне второй здесь есть буква с камтазии еще одна группа встроена посмотрим что там фигура этот как раз прямоугольник еще одна фигура это второй серенький прямоугольник и еще одна фигура это такая вот красноватая полоска вертикальная мы сейчас разгруппируем одна группа меня устраивает полностью а вот вторая группа танки у нас логотип камтазии студии мы сейчас разгруппируем смотрите когда в свернутом состоянии я кликаю по вот этой добавленной группе и правым кликом вызываю дополнительной опции и выбираем разгруппировать вот она разгруппировалась одна группа разгруппировалась 2 осталось вот этот значок камтазии мы сейчас с вами уберем просто клавишей делит я удаляю другой вариант можно было нажать правой клавишей мыши либо вверху либо внизу выбрать удалить так и сюда я добавлю из опять же перехожу в программе в опцию данные в корзину клипов там я сделала заготовочки и сделаем опять же свой логотип то есть логотип будет у меня еще раз уже вторая форма выравниваю длительность показа логотипа также как предыдущие объекты и накладываю на него также эффект перехода жалюзи выбираем среди эффектов перехода ищем для на жалюзи кликаем левой клавишей мыши перетягиваем и у нас получается вот так значит значит что еще мне нужно этот объект подогнать там где у меня появлялась буква с контазии логотип контазии я сюда его подгоняю так чтобы мне было опять же виднее я сейчас увеличу показ самого ролика чтобы не было виднее объекты на нем и вот мы уменьшим так свой логотип пододвинем его таким образом чтобы он был композиционно как-то вот привязан к тем остальным объектам которые сейчас будут появляться стрелками на клавиатуре я немножко подгоняем в другую сторону и посмотрим что получается замечательно хорошо смотрится логотип и теперь поменяем кликаю на текстовом блоке там где нас написано название программы здесь мы впишем название мою школу еле-еле вмещаем сяда кликнущи с пустом месте еще раз на этом объекте чуть чуть размер уменьшим можем и менять вот с правой стороны либо ползунком либо вручную набирая какие-то вот например шестьдесят два enter вот вот так вот у нас устроить да как расположился текст место второго название программу камтазия мы ставим презент может быть даже выбрать презент это у нас переводится как настоящее время да или как глагол представлять представляет да если я попробую поставить что это нам даст показ презентации бизнес school онлайн презентация ну пусть будет презентация хорошо и вот эти наши с вами объекты сейчас я сгруппирую там где у нас вот логотип текст бизнес school онлайн бизнес school онлайн и презентация плюс вот эта группа которая с подложками так скажем это темно-серый прямоугольник светло-серый прямоугольник и вертикальная розовая полоска и теперь всю эту группу мы сделаем так угру правой клавишей мыши причем обратите внимание когда выделяла вот такой немаловажный момент для того чтобы все выделить идет но с трудом хочу показать вам дорожки он не хочет у меня сразу ну будем довольствоваться как есть смотрите для того чтобы мне выделить все нужные объекты я кликнула на объект на одной дорожке зажимая клавишу shift сейчас я вам покажу это примечание это на клавиатуре только в данном случае то у нас будет не control shift вот смотрите вот такую клавишу зажимая клавишу shift теперь этот элемент удалю это я просто вам показала сейчас вот зажимая клавишу shift на клавиатуре я выделила один объект 2 объекты это то что я хочу сейчас в группу объединить я через клавишу shift их выделяю несколько этих объектов каждый из них то что я выделила по периметру обрамлен такой желтой рамочкой вот и кликаю правой клавиши мыши группа теперь эту группу я могу как видите вот уменьшать всю сразу не каждый элемент в отдельности а всю группу сразу перемещать ее так как мне удобно вот и мы вот так вот и оставим то что не хотелось бы ноутбук особо как-то загружать закрывать каким-то объектом ну вот вот так вот оставим на таком уровне по сути дела всю заставка наша готова мы можем еще раз посмотреть что у нас получилось как это выглядит осталось только добавить музыку вот такая вот она заставочка это все исчезло все закрылось все ушло ну и как вы понимаете опять же перехожу в опцию данные в корзине клипов у меня уже заготовлен мой файлик mp3 с музыкой я добавляю на дорожку зажала левой клавишей мыши и перетянула на свободную дорожку я добавила музыку сейчас уменьшу показ длительности дорожек для того чтобы увидеть где у меня заканчивается сам ролик значит и музыка у меня будет заканчиваться в этом же месте для того чтобы наиболее точно попасть увеличим дорожку чтобы четко увидеть куда у нас должен стать указатель на шкале времени перехожу к файлу с музыкой есть еще один ползунок в самом низу под всеми дорожками и сейчас вы видите опять же выделенный объект он имеет такую вот желтую рамочку вокруг я подвожу краю нашего музыкального файла и сокращаю его до того времени где он не сейчас стоит указатель на шкале времени уже вот они мы дошли это у меня край ролика и как вы понимаете в данном случае мне хотелось бы сделать снижение плавное снижение музыкального фона и вот чтобы не было такого резкого обрыва значит мы тогда сделаем есть у нас опять же в наших опциях аудио эффекты затухание я выбираю вот это вот позицию затухание и перетаскиваю на свой музыкальный объект вот как видите у нас получилось такое очень долгое длительное уменьшу показ длительное такое мы сделаем чуть поменьше и прослушаем как это получилось отлично все ролик готов абсолютно весь ролик наш готов все что мы хотели мы сделали и получилась наша итоговая заставка имеет вот такой вид на этом все надеюсь довольно понятно и простым языком вам все показала рассказала с вами была ольга каурова применяйте надеюсь на комментарии лайки под видео и ваши впечатления от того как получаются какие получаются заставки у вас пишите давайте будем обмениваться мнением до новых встреч пока пока